Ну, мы вот сейчас с Александром говорим, да, на тему, ну, то, что мы вчера с тобой о чем говорили по поводу апостольской, да, евангельской веры. Ну, вот смотри, если вот ты имеешь знания такие, да, о святоотеческом предании, вот можем мы выстраивать свою веру, вот как ты думаешь, свою веру выстроить сможем на, просто на евангелии, да, и на апостолах. Допустим, если, видать, вот отцов и предание все отмести, можем мы так верить, вот как ты думаешь. Что там, не фанило. Ты мне вопрос задаешь? Ну, вопрос дайте мне. Я думаю, что нет. Ну, а в чем ценность, ценность отцов, вот как ты думаешь? Ценность отцов мы же все в школе учились, правильно? Если ты пойдешь по протоптанной тропе в школу, в первый класс, в десятый, во второй, в третий, в десятый, в институт, ты же слушаешь умных людей, которые прошли такую же школу жизни, таблицу умножения, там, азбуку. А потом приходит момент, когда ты заканчиваешь институт, аспирантура, и тебе уже выпускать свободное плавание, тебе дать нечего, и ты сам развиваешься. Вот это было святые, да, то есть это великие аспиранты, они уже дошли до того, что им не у кого учиться, они учились уже сами. Вот, и школу никто не отменял, поэтому думать, что ты, прочтя Евангелие, все познаешь, нет, ты можешь уйти в пустыню, и я, как Карипанов говорил, он на Союзе, тогда мне понравился, я не сомневаюсь, что человек, веруя в Бога, уйдет в пустыню, и будет только молиться Господь. Помнишь, ты тоже про остров меня спрашивал, вот Карипанов отвечал так на Союзе, мне очень понравился, и в ответ, да, вот, когда он так сказал, я тоже в это верю, как и ты, я согласен. Ну, а прокомментируй поподробнее, как он ответил. Ну, да, он где-то, ну, он же беседу ведет, ему никто вопрос, вероятно, не задавал, он просто свою мысль высказал, он же там добротолюбие ведет. Я уж не помню, я могу найти, я же там тоже сейчас собираю, когда-нибудь я начну это выкладывать, его там, потому что, в принципе, он мне так тоже нравится. Ну, он просто сказал, что да, вот, я не сомневаюсь, что так, но так как мы здесь все, в миру, мы вот должны читать, что он полно к добротолюбию, он это говорил. Вот и все. Поэтому я считаю, что если у тебя есть возможность, по максимуму, почему, нет, мы же читаем книжки какие-то, учимся. Когда ты дойдешь до определенной степени, конечно, ты уже поймешь, что, ну, уже все, предел. Ну, вот, смотри, вот, ну, в Евгении ты общался, допустим, с ним, да, у вас-то как раз возник конфликт на этом был, он же утверждает, что можно обойтись без отцов, да. Да у нас не конфликт и не на фоне этого. Вот, ты мне вчера тоже там говорил, что Бог, чуть ли не природа сама от Бога, то есть дети просто так рождаются, жизнь неконтролируема Богом. Меня это даже поразило. Ну, я же тебе сказал, мы с тобой можем общаться по той простой причине, потому что в тебе есть дух, там, Христов или любви, как угодно назови. То есть мы можем принимать друг друга в точку зрения, но из-за этого это есть дух любви, когда мы не готовы друг другу голову рубить из-за таких вещей. Мы готовы просто общаться, познавать, там, мир, никто не знает этих тайн. Мы можем что-то пытаться. А в нем просто дух мне не понравился, потому что он убежден, что он праведник, у нас же с этого началась беседа. И меня думал, что я праведник, а я не праведник, я грешник. Вот и все. А по поводу того, что он просто не читал, это живой пример показывает, что он пытается, он вроде бы говорит, что человек не пытается что-то понять, в принципе, тоже немножко, я не знаю. Он же думает, у человека есть ум, это же вот образ троицы, я его пытался объяснить. Игнатий Бричинин сказал, это образ ума, рождающий мысли в духе, да, то есть с какой-то конечной целью. И почему мы говорим, троицы невозможно разделить, потому что ум не может быть без мысли, природа, человек природа вот эта божественная. А мысль не может быть без ума, она откуда-то начинается. То есть есть начало, есть процессы, есть конец. И у каждой мысли, как он говорит, есть свой дух, то есть своя цель. Я не просто беру нож, я беру его либо отрезать хлебушек, ребеночку там покормить, либо иду убивать. Вот и все, образ понятный. Что тут непонятно? А он говорит, как можно познать троицу, ну а циты вот написали, что такое троица. И что это невидимая сущность, это божественная природа внутри вот, клеточки. А чтобы ее увидеть, у нее есть облачение. Вот это и есть мир и Христос, по сути. Потому что любой мысли, если я ее не скажу словом, вот не воплощу, или что-то не сделаю, этот стул там бабушке, маме там. Но как она поймет, что я добрый или я злой? Я должен проявить себя. Вот мир это и есть божье проявление, его логоса, то есть его внутренности. Добрый он или злой мы видим это. Христос в мире, можно было познать любовь мира. Вот все мусульмане, там иудеи знают, что Бог добр. Почему? Потому что вокруг есть пища, там удовольствие, радость и жизнь. Они говорят, да, Бог милостивый, добрый, но Он справедливый. Как мы могли познать, что Бог смирен? Никак. Из природы этого никогда не познать. Только Христос, все все время упираются, что сделал Христос. Что такое жертва Христа? Это же смирение. Величайшее смирение. Ни одна религия никогда не признает Бога вот таким нищим и смиренным. Никогда. Да, для них это могущий, там, повелитель, да, справедливый, добрый. Но Он никогда не позволит себя бить по голове. Он никогда не даст себе твари, жуку убить себя. И только Христос показал, что Бог не только любовь, даже абсолютно. Бог – это величайшее смирение. Это никто никогда не примет. Ни одна здравая религия, ни один человек этого никогда даже подумать не мог. Мы не найдем это ни в мифах, там, в древних, нигде. Вот почему отречение от Христа будет погибельным. Это опять будет гордыня. Только Христос показал, что Он есть смирение величайшее. Ну вот смотри, вот эти вот знания, да, вот эти знания полноты, знания, могли бы мы подчеркнуть только от апостолов? Или вот как раз овцы явились продолжателями развития вот этой веры нашей? Конечно, не можем. Вот, а апостолы не слили такую веру о кресте, допустим, на то, что ты сейчас делаешь? Нет, я же ему попытался сказать, ведь сам Христос ссылался на Писание Ветхозаветное. Вот Он даже Ветхий Завет отрицает. А как его можно отрицать? К Бухе относиться нельзя, к Нему, к Буховедству. Но Христос же сослался сам на первую... Я ему ссылаюсь на первую главу, грубо говоря, бытия, а он так корыжится. А как корыжится, если сам Христос на нее сослался, когда его же православные иудеи, так их назовем, да, ссылались, что вот можно ли там разводиться. А он сказал, типа, вот, что Бог вначале, что не читали вы в Писании? В Писании не читали, что вначале сотворил Бог. Хотя при этом в тот же Моисея он как бы, так скажем, как это правильно выразится, не унизил, а поправил, что Моисей от себя, оказывается, тоже может в Писании говорить. Он сказал, что Моисей вам по жестокосердию вашему разрешил, но я этого не говорил. То есть Моисей, получается, и то, что Бог ему говорил, как-то писал, и от себя еще добавлял. То есть он сказал, что все с рассуждением. И у отцов то же самое. Есть откровения у них, есть пророчества. Ведь когда пророк говорит так, говорит Бог, значит, действительно ему так сказал Бог. Единственное, надо с рассуждением подходить. Он сказал в конкретном случае конкретному человеку. Это не всегда можно к себе применить, а относиться к этому надо так. Как можно к Евангелию относиться как к истине? Вот там мне комментарии, что типа я попрал там истину. Если мы говорим в самом Евангелии, это даже как к исторической книге и нужно относиться. Вот именно как к исторической, а в любой исторической книге есть ошибки. Господь же сам не написал в Евангелии, чтобы не было вот этого авторитета Писания. Писали уже люди его в духе, в духе Христовом максимально. Но там же есть ошибки, два или три бесноватых. Туда пошли или сюда, в то или время или в то. Никто не поймет сколько, ну, болгарский феофилак и там Феофан Затворный пишут, что три раза он каждую Пасху приходил и изгонял из храма. Ну, так, в общем-то, есть, потому что это считается, это видно, что это как будто три разных, а не один раз далеко это было. То есть, ну, мы непонятно, мы читаем, действительно, понять нельзя. То есть, надо вот так относиться. А вот совсем отрицать, конечно, нельзя. Ну, смотри, они, отцы, они получали знания, да, в духе. А сегодня, сегодня есть вот такие люди, как ты думаешь, которые в духе могли бы получить знания такие? Да я не знаю. В им Господне не залез, если я тесно. Ну, вот смотри, вот ученые такие, да, такие вот ученые-профессора у нас, вот Осипов, да, они от себя, вот, ну, ты Осипов хорошо, я не знаю, да, смотри, а он же от себя ничего не толкует, да, он вот... Как не толкует? Конечно, толкует. А что у него есть? А любой человек толкует. Вот я сейчас несу все подряд. Что я от себя, думаешь, не добавляю? Добавляю. Ты почитай его книжки, я их очень люблю, но он же между строками говорит свои слова, он же комментирует это, это уже его мнение. Потому что любое слово можно все равно по-своему струковать, ну, хоть ты тресни. Вопрос, что я читаю, я понимаю, что, ну, я чувствую духом, что это истина, вот и все, каждый для себя понимает. Он просто делает много сыр, вот многие люди любят разворотствовать, да, вот, а он это все как бы собирал в свое время, как вот я что-то там, видео собираю какие-то, ну, и текстовые. И, как говорится, не так пальцем по воде, а действительно приводит пример, потому что люди не готовы. Я-то, когда его слушаю, я говорю, любого Карипанова там, почему я чувствую в Карипанове двух чувствах Христов и истины? Я их все знаю. Он, когда рассказывает, какой случай, я знаю все патереки, все жития, да, я знаю, я тоже не могу сейчас точно сказать, откуда он это взял, но я все это читал, у меня в памяти много откладывалось, пусть я быстро ссылку не найду. И я даже чувствую, как он это рассказывает, он вырвал контекст или не вырвал, да, хотя он просто, может, по-своему это видит немножко и в свои примеры приводить, вот, и все. Так же и Осипову я слушаю, я же понимаю, но со многим я тоже могу вещами быть просто не согласен. Вот даже молитву Иисусу мы с тобой об этом уже порассуждали. Вот, и все. Вот смотри, ну, я там всегда техно еще, мы этот вопрос поднимали, да, граница церкви, вот сегодня, где их определить? Вот он определяет, да, канонические границы, вот исполнение канонов там границы, но он, как он определяет, пять, да, вот пять ветвей вот сегодня церкви, где католическая, там, потом греко-армянская, ну, и там эти, копская, цирийская, да, вот он как бы образно, да, ну, церковь-то, она вот, по сути, люди должны находиться в едином духе, да, единые знания, а ты сам вот говоришь, ну, вот сейчас, возьми, поставь пятерых, да, у всех у нас разная вера, разные знания, но если маломальский человек имеет знания какие-то, у каждого свои вот знания, потому, вот сейчас с Александром говорили об этом, о причастии, да, вот, по сути, вот возьмем причастие, по сути-то, и никто, понимаешь, никто не знает, что это такое, как это, как, один так понимает, один так, а по сути, я вот сколько не спрашиваю у людей, а вы верите им в то, что это, ну, истина, кровь, и, понимаешь, верой ни у кого нет, и не верит, а если кто-то говорит, я верю, то, ну, конечно, он самообманывается, ну, как в это можно поверить? Ну, вот ты меня сейчас спрашиваешь, да, я же выскажу опять свое мнение, то есть я знаю разные цитаты, разные, там, мнения и отцов, и современников, пусть, про причастие я вчера там тоже слушал, да, вот этого монаха, там, и я тебе, у меня образ очень простой, когда ты на исповеди стоишь, какую тебе читают молитву? Разрешительную, что в ней говорится? При покаянии ты стыкаешься, примири и соедини меня со святой твоей церкви, да, вот и простой образ, человек кающийся и смиряющийся, он в церкви. Неважный стон, потому что отцы сказали, знания уму не научают, ты можешь знать все, но это, по сути, очень хороший эпиграф к Антонию Великому, он всегда, я говорю, умный человек, это не тот, кто все знает, умный человек, который между добром и злом выбирает добро, вот и все. У него прям все его писания, я очень любил за это, этим напичканно. И Серафим Саровский четко сказал, да, что богословы до того дошли, что уже не понимают, как духом святым можно было явно чувствовать, потому что Серафим Саровский это пережил, и был в духе, не как мы, просто в духе там любви, может быть, смирения, а он реально стяжал объект духа святого, не как субъект, а как объект. И даже по его просьбе и Мотовилов это испытал, вот и все. Они в духе были, они это не как, я вот гадаю правильно, я говорю или нет, я говорю, а они могли как пророки, Серафим это чудо, наше время, это действительно был показателем реальным святого прошлого, вот когда они в духе были, почивал на них дух святой явным, и видели это какие-нибудь там агнии, вот он такой же был. Он мог явно сказать, так говорит Господь, он так, в общем-то, и делал. У него есть и то, что он сам признает, что я, когда был не в духе, я ошибался. Но многие понимают, это опять, что он там чувствует какой-то, знаешь, вот я в духе, я не в духе, нет. Он реально, ему реально говорил голос, ну, хрупа говорят, так говорит Господь. То есть он слышал голос Божий, не как мы, как-то через совесть там какую-то, или как я это объясняю, через ум там, или сердце, предчувствие, предвидение, или предощущение телесное. Нет, он реально переживал Господа, вот, как субъект, это не многим это дано. Таким только великим было. Вот таких уж не почитать, ты знаешь, я говорю, там Антония, Макария, Симеона, Богослова, и Серафима, Саровского, достаточных четырех, почитать, понять, вот там ты дух увидишь просто нереально, как люди просто в этом... Из всего этого исследует, что, да, если мы имеем общение с духом, то мы и пребываем в церкви тогда, и не зависим ни от чего, да. Вот если мы чувствуем, что дух с нами, да, мы находимся в духе, и все, значит, и церковь. Нет, я ни о таком не говорил. Я вообще, я тебе говорю, переживать опытно дух, значит, что я в духе. Вот я не знаю, в каком я духе. Я образно говорю, у меня мирный дух, то есть я спокоен сейчас, но я в мире. Разгневался, я понимаю, что я не того духа. Нет, я сейчас говорил о опытном переживании Бога, как объекта, вот как я тебя вижу, как ты меня можешь прикоснуться ко мне, я тебя слышу. Они так переживали, как объект, внешний объект. А ты можешь считать, что ты в церкви только, когда ты стремишься к нормальной жизни, к божеской, как говорят, к человеческой жизни, к святости, и каешься, когда у тебя это не получается. Поэтому тебе не обязательно ходить на исповеди, ты можешь дома исповедоваться, как говорится. Это и есть исповедь, утренняя молитва, вечерняя, каждую секунду, когда ты каешься. Ты в церкви, в церкви Христовой, если ты читал о Христе, узнал его проповедь евангельскую, естественно, как можно веровать в того, кого ты не узнал, как по апостолу непроповедный. Это понятно, ты чисто Христа признаешь, как историческую личность, а не как там европейцы 18 века стали уже, что этого нет, или в наше атеистическое там время. Понятно, что есть. А знание это вообще ерунда. Покаяние, святая жизнь, как так его в скобках назовем, а по сути праведного грешника. Ведь отцы толкуют, что нет никаких праведников, что два разбойника, распятых справа и слева, это все человечество. Есть все разбойники. Нет человека, все согрешили пред Богом. Нет святого, да, как мы в Псалтире там везде читаем. То есть все разбойники, только одни, кающиеся, говорят, да, Господи, помяни меня в отцарстве Твоем. И есть, которые хулят. Вот и все. Нет никаких праведников. Ну так, понятно, что эти слова переполнены Писанием. Ну это надо понимать часто в духовном смысле с нашей евангельской. Мы же через призму Евангелия все читаем. А праведность в основном в Ветхом Завете. Дмитрий, а так ты считаешь или нет, что именно церковь, это именно есть православная церковь, та, которая вот в Евангелии оговорится? Конечно. Именно православная, да, церковь? Да, конечно. А наш подразумевает не только святых отцов, соборы тоже никуда не деваются. Ну конечно, а как же без собора? Ну а каноны когда деваются тогда? Потому что как только мы начинаем исключать какую-то значимую вещь, составную часть вот этой земной церкви, мы тут же как бы становимся вне ее. Либо мы принимаем все, и тогда мы есть чадо этой церкви. Если же нет, даже Игнатий Тихонович, вот он, например, вот мне показался бы тем человеком, который вот отвечает моему представлению о том, его видение как раз отвечает моему представлению о том, какая должна быть церковь православная. Вот будучи в церкви, мы должны делать то, что всеми установлено предшественниками нашими. Мы же учимся, мы же не отвергаем, когда физику учим, там какого-то взяли, часть ученых, на которых физика стоит, отвергли, часть приняли, если учение, оно как бы через них прошло. Так и в церкви тоже получается, должно быть так. А у нас получается иначе. И вот Игнатий Тихонович, он как раз показывает максимально, что он везде все соблюдает, он все это делает. Единственное, что ближайшее рассмотрение показывает, что и он не все соблюдает. Он тоже начинает включать рассуждения, а вот этот ни разу канон не соблюдался, поэтому я его и не соблюдаю, потому что он вообще не по Евангелию. И здесь тогда возникает, а ну ты тем более вообще каноны там, по большому счету, не чтишь, каковы. Ну тогда ты еще в худшем положении находишься относительно звания православного человека, вот в том смысле православно, как у нас считается, кто вот исповедует именно, живет дисциплиной, в том числе церковной. И тут дальше возникает вопрос, а есть ли это как раз та истинная церковь, которую Бог создал, да, которые врата ада, которые не одолели? Это ли земная церковь, о ней ли речь идет? Я по поводу, не понимаю все время, как людей, вот вы говорите, соборы. На соборах и вообще в жизни есть две вещи, это догматы и правила, это абсолютно разные вещи. Догматы – это жизнь, это законы жизни, вот закон тихотения, закон гравитации. Физика их отмести не может, они есть. Никто не может сказать, ой, я завтра пойду на голове, ну как ты, бушхан, у тебя ноги из таза растут, а не из ушей. Вот это догматы. И причем догматы, по сути, на соборах, кто знает, семь соборов, были посвящены только одной проблеме, только проблеме Христа. Даже иконоборческой. Я вот с Сережей говорил, потому что я читал как бы очень много, я же там в семинарии, особенно поступал, я даже в эти вещи, которые мне были интересны, я узнал как бы все, просто по сути, потому что надо было изучить эту историю церкви. Даже седьмой собор посвящен Христу, потому что, отметая икону, как образ видимой Бога, да, невидимого, если бы это прошло, прокатило бы, они это продвинули, как сейчас там экуминизм банальный, пресловутый пытается продвинуть, да, то потом бы отмели Христа. Все, как это? То есть они же на чем наставили, что Бога нельзя опять объять? Уже мусульманы там же были, в Византии, уже все, а не вот вы там, поклонники вы Бога объяли, дали ему образ. Ну, он же явился по православному, по христианскому пониманию, тогда не было неправославных, так скажем. Вот и все. Вот все такой догматы, да, и они в основном касаются Христа, там очень совсем еще немножко не Христа, потому что все время боролись со Христом. И вот почему мы, христиане, а в частности и православие, тем более боремся за Христа, да, потому что Бог явился в мир, он себя обличил не только в этой природе, а вот в таком вообще чудном образе. Это раз. И правило поэтому, это другая вещь. Поэтому, когда ты учишься в школе, ходить на ушах, ты не сможешь. Бить человека по парте, по голове, ты не можешь, это закон жизни, ты ударил он тебя, там, драка, да, это жизнь. А правило, это вот в нашей школе, в советское время, ходили в коричневых фарточках и в синих пиджачках. В мое время, каждый ходил, как хочет, в джинсах, в сапогах. Крестьяне вообще не ходили, или ходили босиком всю жизнь, мы все это знаем, кто читал там какие-то исторические. Это правило. Ты можешь так ходить, можешь так ходить. Это не важно. Сегодня так, завтра поменялось. Никто же не говорит, что по голове можно бить, тогда или тогда. По голове в школе, девочку, никогда тебе учитель не разрешит бить. Никогда тебе не разрешит, там, что-то делать непотребное. А правила, они меняются. Вот и все. Подожди, подожди, ты как-то все подменил, несколько эти вещи. Как подменил? А вы правило читали, они именно об этом. Они абсолютно не духовные, они абсолютно не несут никакой духовной сущности. Нет, никакой духовной не несут они. Вот тут и ключ-то. Но без них ты начинаешь становиться самостийным сборищем каким-то. Да не факт. Как не факт? Смотри, вот причастие, вот оно как изложено в учении. Это же не какой-то там, да, случайный вопрос. Это не туфли или босиком идти. Вот, а причастие четкое учение церкви есть. А вот в данном случае ты сейчас выходишь из этого учения. Значит, ты уже не православный. И я тоже, я вот, видишь, я тоже начинаю рассуждать вот с Сергеем. Значит, какие мы православные? У нас тут какой-то выборочный православие. Нет, кстати, я не знаю, какое может быть учение церкви о таких вещах. У нас вообще нет никакого учения церкви. Если церковь в духовном плане понимать, как общество, так верно, не общество, а благодать Духа Святого. У нас есть учение отцов, мы что-то читаем, мы это подразумеваем как учение церкви. А вот даже Осипов, он приводит, каждый может их найти, они есть все в книгах. Пожалуйста, и пишут такие вещи. Что значит, у нас есть учение церкви? Это очень специфическое понятие. Кто учит, как ты, допустим, сейчас назови хоть отцов, чтобы можно было бы отнестись к причастию так, как ты. А как я? А как я? То есть причащаться, в принципе, как бы не надо. Как? Кто скажет? Вот вы перевираете, правда, я продолжаюсь. Кто сказал, что причащаться не надо? Я такого не говорю. Ну, я, как бы, может быть, свое слово вставил, но ты же говоришь, что вот если к исповеди подходишь, да, исповедуешься, вот, ну и дальше, а вот сейчас ты не можешь не исповедовать... Причащаешься, конечно, если ты в храме, а как же? Не, ну ты вот, ты не в храме же, значит, можно не причащаться. Почему я не в храме? сейчас я дома сижу, что здесь я не в храме? Ну, ты же не ходишь сейчас вот на службу-то? Я не хожу на службу, потому что у меня со священниками сложились, а живу я сейчас в деревне, вот и все, куда я пойду? Ну, то есть, понимаешь, вот дальше вступают правила канонические, то есть, там, а для чего они придуманы? Это же не, не верующими людьми придуманы правила, что там человек должен посещать воскресные службы, то есть, дальше, если ты не ходишь на эти службы, то ты должен быть отлучен от причастия. То есть, это же не случайные, а святые отцы, то есть, люди-то не рядовые приняли эти правила. А вы знаете, что такие же святые отцы разбойничьи соборы делали? Ну, это как бы исключение из правил не было. Да как же исключение из правил? Это исключение из правил. А почему все можно подвергнуть со мной, видишь как? Вот я к тебе, я к чему веду? Так поэтому жизнь живая, а не мертвая, понимаете? Ну как, тогда ведь церкви как таковой православной нет. Почему нет? Она живая просто. Вы же есть, вы же человек, вы тоже меняетесь, как погода. Вы поймите, церковь из людей состоит. Вот, Макарий сказал, церковь, человек как, а, Абадорофей говорил, он говорил, чем ужасен человек? Мы правда, мы как погода. Сегодня тучи, завсолнце, нас не поймешь. Каждому хочется какого-то постоянства, а мы не постоянные. И церковь такая же. Кто к ней к мертвой букве относится, ну пожалуйста. Для меня церковь живая. Много меня. Для чего вообще соборы собирались? Для чего они... Соборы... Вот, кстати, если вы смотрели, сейчас вот ролики вышли, вот там, отказываются болгарской церкви, от собора, они говорят, что нету повода собраться, потому что вселенские соборы и даже по местности собирались, по собору вселенские вообще собирались, по какой? По ереси, хулы на Христа. Был повод просто, которого сейчас, потому что, и правильно, вот они сейчас говорят, там, афониты, говорят, все, уже все известно, догматика полностью сложилась. Это Христос. Все, нету повода. Все эти мелочи, которые сейчас, их нечего решать, понимаете? Давай опять в соборы. Соборы собираются вот для такой хулы, Христа все время пытаются уничтожить. Что и сейчас пытаются? Именно пытаются, что это сделает икумист, он опять растворит Христа. Потому что, как ты можешь с мусульманом, который не признает Христа, с иудеем, который его хулит. Как это возможно? Только при отречении православного Христа. Вот в чем его смысл. Вот и все. И он такой будет восьмой. Неважно, этот называем, там, шутя восьмой. Я вот как понимаю, правило для чего? Существует правило. Правило существует для того, чтобы подвести человека к догматам, вот к истине, то есть к законам, как ты говоришь. Вот чтобы не отходить, правила должны существовать, точнее, они должны существовать, чтобы не отходить от догматов. Вот. Вот учитель в школе. Он говорит, не бить девочку, я тебя накажу, если ты ударишь. Это она сейчас его пока пугает. По-другому нет метода. Но она объясняет и воспитывает детей, что любовь – это хорошо, что дружба – это хорошо, что дай конфетку, посмотри, как тебе будет хорошо. И ведет человека к тому, чтобы он уже не бил человеку не потому, что он боится чего-то или чем-то замотивирован хорошим, а уже он сам понял, что бить-то это нехорошо. Вот и все. Вот для чего правило, чтобы понять действительно законной жизни, догматику. Мама говорит, ребеночку поделись, чтобы он почувствовал, что это такое. А тебе приятно было? Да, мне было приятно. А когда ударил, она говорит, ну что, получил там в ответ. Ежика тронул не так, или ударил собаку, а она куснула. Она говорит, ага, вот тебе по делу. Опять же, смотри, возьмем, вот возьмем, к примеру, посты, мы с тобой говорили уже на эту тему, да, а зачем, что это за лукавство такое, да, четыре раза в год пост, а потом, вот как сейчас люди себя ведут, да, попастился, попастился, потом баха обжорство, повинали обжираться, да, правило вроде исполнил, а к чему оно привело-то, это правило? А потому что правило вне догматов, они догматы сами собой, правило сами собой. Вот оно и происходит от того, что разделили понятия догматов и о правилах. Правильно, правило стали бездуховны. Вот пост, я сколько православных видел, там с девушками общался, все свели к православной диете. Она не постится, она не чувствует ущемления, холодильник ловится от постных продуктов. Она готовит так красиво и так вкусно, что у меня ощущения поста нет никакого. Я в принципе не ем мясо и спокойно обхожусь без молочных продуктов. Какой пост полно кормит тремя блюдами, когда я одно в день ем, если один живу? Какой для меня пост? Я когда с православными где-то в общем, так скажем, кругу там в церкви, там мы садимся за застолье, даже в великие позже, есть же там праздники, когда собираются вот эти. Да я сажусь, я вообще не понимаю, в каком посте, может, эти речи. Для меня это праздничный стол. Вот опять буквы и дух. Ну я никого не осуждаю, понимаешь, как вы, ой вы там грешники, не поститесь. Да это дело каждого. Я живу так, как я живу, потому что я уши спокойно. У меня живот не растет, я по животу сужу. Ну, пощусь я или нет. Потому что во мне не... Конечно, может каждая разнестись, понимаешь? Ты правильно говоришь, что я с тобой лично в этом плане согласен. Такие мои, подождите. Мы ведь... А я не согласен с этим. Я согласен. Но ты православный или нет? По православному ты должен быть на службе. Так а почему... Сколько раз Мария Египетская была на службе? А это не имеет значения. Как не имеет значения? Она образ для меня, она святая. Ее жизнь для меня образ жизни. Сколько она раз... Она в 450 году где-то... Там уже было оботлучение где-то там тоже, что кто не ходит. Ну, она была и, так сказать, была в пустыне. Никаких соборов, никаких не было правил. То есть, если бы она слушала буквоедов, она бы никогда в нее не ушла. Так вот. Я бы сказала, вот Кайси сидит тут при церкви, как Анна пророчится. Она же при храме жила-то. А ты что? Она взяла и ушла. Ну, вот. То есть, видишь, как получается. Значит, буквоедство. Тогда мы подходим дальше. Вообще, соборы-то мы признаем вот эти, которые правила приняты, или мы все-таки отвергаем их? То есть, мы не должны их соблюдать. Вот мы же в духе. Православный в соборах должен признавать только... Который догматы подтвердил. Веровать в Христа тем правильным образом. А правила с рассуждением к ним подходят. Все отцы об этом пишут. Вы понимаете? Ну, кажется, что... Подожди. У каждого свое рассуждение тогда будет. Потому что у каждого начинает... Он говорит, ну... Да, правило, у каждого должно быть свое рассуждение. Как пойти в школу, в синем пиджачке или в красном, в принципе, это не имеет значения. Бог создал милы разным и красивым. А пойти и не пойти в школу? Да это тоже дело каждого. У меня мальчик в школе был в 10-м классе. Его взяли на второй курс в ЭГУ без экзамена. Он гений оказался в математике. При этом средний троечник. Его без аттестата взяли. Вот 10-й класс, пацаны. Взяли без всяких. Им все равно было на все. Аттестаты нету человека. Все законы нарушили. Берут на второй курс. Дмитрий, дальше идем. Вы никак не понимаете, куда я вас веду-то. Да, я не знаю. То есть, понимаете, я вообще неведомый по этому вести меня. Не, не, не. Вы ведетесь нормально, вы ведетесь. Вы только думаете, что вы не ведете. На самом деле, ведете. Так вот. Получается, значит, вот это не важно, вот это, вот это не важно. А учение православное-то оно вот такое. Вы вот скажите, что это не важно, что посещать храмы не важно. Ну, ладно, любой скажет, что это вы, что тут вы говорите-то. А я не говорил, что это не важно. Я говорил, что каждому свое. Ну, каждому. Вот в этих внешних вещах каждому свое. Мы не машинки. Если бы мы двигались по кругу, как солнечные планеты, поэтому у нас бы не было... Зачем нам свободу тогда, если мы не можем ничего выбрать абсолютно? И это не догматика. Ты хочешь, не хочешь, на голове, грех, ходить никто не может. Вот и все. Хочешь, не хочешь, ты отринешь Христа, мир пойдет вообще в пропасть. Или ты утверждаешь как раз, что православие как таковое, его нет? Как нет? Ну, нет у него православия. Оно живое у меня, а не мертвое. Ну, так это не православие у тебя. Церковь – это живое тело Христово. Он же не умер, он же жив у нас. Это не православие. Это не православие. Ты не православный человек. Ну, вы вложили... Вы сейчас себя поставили на истину, и меня под свою истину подгоняют. Нет. Поднимание нашего, понимание вот то, что учение православное... Это вашего понимания. понимаете себя меня подгоняют и много очень разговариваешь этот признак того что ты дорогой как бы заблуждаешься ты слишком много говоришь брат ты должен на это внимание обратить смотри вот я слово скажу ты полчаса говоришь и ты мне даже слова не даешь сказать этот беда у вас есть ну куда же надеюсь а у меня нет я один целыми днями ну вот но это не оправдывает никак поэтому есть есть порядок вот кто порядок его не признает вот церковный он поэтому начинает вот как бы знаешь вот оправдываться потом что я грешный такой секунд то есть я могу и так и сяк действовать на самом деле никакого оправдания нет вот канон они эти вещи не обязательно и даже тому кто чтобы в дух прийти сначала ветхозаветную церковь прожить себе надо и это я с тобой согласен и это что дальше потом человек живет вот так как ты рассуждаешь я считаю что ты правильно ты как раз вот не зашорен этими канонами да но мы с тобой не должны называться православными тогда то что мы уже не православные это я не то что тебя исключил из этой системы я и себя из этой системы исключаю потому что я понял что канон он как бы сам по себе тогда может быть и вот и нет правды в этом учении нашим православным вот московская патриархия или любая другая там нет правды я а чем тогда ты скажи по большому счету там ну какие-то вещи искажения у баптистов там что-то такое не так тоже спорные вопросы они точно так же проходят путь такой же как и ты они тоже вне канонов и по сути они тоже из их из баптистов точно такая же составляется церковь христова то есть оказывается нет той православной истинной церкви о которой мы с тобой изначально говорили в которой мы с тобой состояли ли состоим еще до сих пор а истинная церковь она как раз в духе то о том о чем ты говоришь сейчас я почему тебя столько времени к этому как бы пытаюсь обратить от этот спор даже какой-то со мной отступаешь в этом плане понимаешь вот о чем я говорю что та церковь она другая вот о чем я говорю я могу говорить я значил уже я не согласен не совсем по крайней согласен во первых кто он сказал что я не жил по канонам вы этого не стоит вот и без бороды все с и без борода нет у тебя города ты трогаешь ее ты не по писанию ну это я уж не знаю нет я же во-первых я рука то устал что я не жил по канонам это раз а не сейчас вот мы когда серёжа поговорили у меня тоже знаете что-то всплыло просто из писания очень хорошая фраза христа помните когда он сказал что если я не пойду то духа святого не примите да то есть по сути это опять же и все мы знаем букву убивает да уже утворил то есть пока мы не отпустим христа в телесном образе отцы говорили и даже евангелие то есть бумажка пока мы не отступим от буквы духа никто не примет никогда это я вот в этом я кстати убежден он сам этим по сути сказал если я не пойду если вы меня телесным образом от меня не отойдете и только когда они духа святого приняли они стали другим тогда они все поняли а телесные они только вчера и хотели изничтожить всех вот у нас два меча только вчера на вечере говорили и только когда они потом приняли дух святого до них все дошло и он уже говорит что вы думаете я своим благочестием или именем именем иисуса христа вот это очень хороший образ буквы и духа ты же ничего не противоречит тому что я сказал этим самым я с тобой согласен я по поводу себя это сказать что я как я жил и второе вот правило опять же вот колено преклонение в принципе правило я начинал тоже как правило ну не считая первых разов когда ты просто падаешь когда ты раз там читаешь потом ты вводишь себе в правило стараешься максимум молиться на коленях а не стоя уж не говорят об сидя стараешься делать поклон опять же не по счету но действительно ну сказка через каждую молитву почитал там я правил раздувал вот такой вот но сейчас я делаю колено преклонение не потому что это правило а потому что потому что ты перед любимым готов всю жизнь лебезить действительно тот кто тебя любит ты сам любишь людей усва и когда ты грешишь ты сам уже готов ниже плинтуса упасть потому что тебя к этому подвигает твоя природа вот и все а началось все справа поэтому правила нужны я не спорю они должны быть живые и церковь не должна быть иерархична она не должна быть образом мира образом школы я вот сергей говорил тогда мы разделяемся опять мы должны быть все в одной церкви и дети статьи взрослые и монахи духовные и миряне омерзвевшие но роль священника роль духовного наставника видеть в каждом человеке общаться и каждому применять свой метод вот и все общение какой помощи можно без исповеди исповедь это не таинство это же обряд который сам начал покаяние таинство это опять же есть у каждого человека буддиста который там кается в душе там мама убил да и он уже может любого допускать там монаха духовность узнает человек как он жизнью живет допустите без исповеди официально да опять же чтобы никто не соблазнился он сказал слушай брат я знаю кто ты есть ну ты подойди там говори что ты считаешь нужным и все я тебя пытать там не буду чтобы другие не соблазнялись как вот вы говорите правило я как раз не спорю я сам подхожу я не выпендриваюсь я подхожу и говорю возьми конечно священник насчет чего-то там нестишь я тут не глубоко ему поисповедутся про все свои мысли я ему естественно скажу что я исповедусь перед богом господь знает все мои грехи я это сделал действительно формально если он захочет меня узнать мой внутренний мир но внешне я это сделаю чтобы не было соблазна в церкви дим смотри ты говоришь чтобы далеко не уйти ты говоришь правила живые а как могут быть правила живые вот допустим один подтверждает то по какому ты правилу поступаешь да а другому это не понравилось вот у него другое мировосприятие да если она живое правило если она гибкая такое вот кто его будет утверждать то никто они ничего за собой не несут вот что такое нож это средство убийства или средства приготовления пищи это просто железка она ничего пока ей не воспользуешься она ничего не несет не положительного не отрицательного заряда мысль без духа она не что она не имеет никакого смысла только дух конечная цель определяет эту мысль человек согрешил да вот человек пришел каяться вот он священник стоит он перед ним каяться вот его и лукой спирит но это формальности все это важно как раз как раз священник здесь формально послушаю вот он он кается да он перед священником конечно он господу боится перед священником вот и он и он говорит вот я вот соблудил там а это священник говорит ну ладно ну чё ну каешься ладно а тут другой священник подходит более такой знаешь понастойчивый да как ладно еще у них тут раз заходит спор и все а кто разрешать этот спор будет а чего вообще спор ну вот тот ему смягчило это допустим не хочется смягчить если их не будет правил если они вот такие гибкие правила в плане отлучить например от причастия я читал даже современных там священников они писали когда и по я вот даже в моей жизни были такие исповеди что я даже вообще не понимал то что сделать я говорил простую вещь бог сам тебе эти кемью даст ты можешь причаститься пожалуйста за бокса просто судя по тому что ты сделал скорее всего будет у тебя очень бог тебя будет очень сильно не наказывать разумлять так скажем ты конечно пострадаешь поэтому ты готовься что у тебя будет большие искушения вот я даже сам не знаю что тебе за это сделать где тут правило кто может сказать для чего они написаны я понять так вот ты православный же нет к концу я православ православный евгений он православный тоже себя называть но никогда он уже в нашей церкви по сути не был в ней не заходил где-то несколько раз он туда и все я почему иду понимаешь вот нет никакой православной церкви понимаешь почему нет потому что ее нету но если он не скажет я православная говорю но это кота не просто слова бы такое себе присвоено но слова то нужны и мы в них что-то вкладываем что тут такого если бы вообще будем без слов что ли у нас есть дар речи мы говорим о церкви который к спасению идет вот о чем речь вот все что мы сейчас вот тут пытаемся столько времени уже перемалываем а только говорит о том что никакого православия нет нет его она у каждого свое вот и сейчас видишь сколько изъянов нашел и правильно но самое в начале только апостолы были вот была церковь тогда потому что были апостолы а сейчас уже все что из этого сделали канона понапридумывали там туда не ходи сюда ходи это вот уже это не та церковь которая спасение идет но через эту церковь человек должен дойти до такого состояния что он должен понять что в канонах нет ничего понимаешь вот дух животворит он должен вот это понять вот соблюдая вот это все безумие которые там есть через это возможно кто-то придет пониманию что свобода внутри все свои посты и прочее они внутренние и внутренние вот вы иди в этой только называть вот нашу московская этот истинные самые правильные церкви бросьте вы откуда там про мне просто еще априори я понимаю почему опять ставить равенство между церкви православие и истинный богом церковь это она бога человечна да то есть понятно что глава христос но дело-то человеческое наше грешное мы все мы составляем церковь поэтому если ставить истину равно истины конечно тогда она не истина но мы тут я так не делаю потому что истинный только бог живой бог да 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 а православие это лишь как бы область приближение к истине это лишь средство вот и все вот о том и речь что я же сразу тебе вопрос поставлю православие именно не в каком-то там в твоем понимании какое оно должно быть потому что это уже твое православие это не то как вот учат церковь она и по сути по учению ты гнать и тихонов чего-то православие учения вот тебе пожалуйста я тебя к этому подводил вопросу то что мы никакие не православные в понимании гнать и тихонов что-то не как пили но как раз вот православие на такой есть туда если если хочешь быть православным таким вот они просто темы ты особо не была озвучена вначале она как-то специфически опять была озвучена канонная голова наш понимает как я не против канонов что они существуют их почитать то можно я рад что я узнал православие я рад что она почитает все эти святы я рад что я прочитал антони великого когда если я пришел в баптисты который ничего это отрицают у них этого нет никогда бы я в этом не услышал я рад что я почитал таких мудрецов жизнь почему нет вот что значит для меня православие это средство спасения вот допустим я слушаю проповеди баптистского пастыря да и вот то о чем ты говоришь он тоже самое говорит без всяких святых отцов заметь и как бы ничего полу а это тогда в чем же ценность православие то извините в чем она то есть его послушаешь ну вот я его слушаю его настоящий православный то есть я понимаю веру что она вот такая и он вот говорит он не ссылается ни на одного отца ни на божью матери никаких ссылок нет ни на кого отдает истинное учение как я и вот например понимаю и без всяких оказывается все-таки нет что-то другое главное не принадлежность кому-то там то все-таки бог нам дает каждому человеку есть избранные люди может быть в этом какой-то ключик есть кому открывается тому открывается везде и в баптизме и в православии и без всякой религии допустим как евгений этом вот что а там остальное это загадка почему кому что дается кому не дается вот так по сути остается истинное православие и неистинное есть два православия нас назвали с ним с этим дмитрием говорит эти православные протестанты а вот видео мне так понравилось основным протестанта конечно это вот как раз я почему вот я все время ты говорила нет мы не православными какие не надо нам приписывать вот в том понимании который час в мире есть православными не они но кто хочет себя называть православными в том понимании я себя таким не считаю да и дмитрий не такой сергей не такой мы вот кто-то другие если это вы ведете я то не спорю я даже вот этот разговор считает бесполезным по сути мы считаем что то что мы общаемся знакомимся это интересно да но по идее как и сергей сказал не хотел вторичных таких разговоров они действительно бессмысленные для меня да если уж на то пошло я согласен я человек открытый я не понимаю даже вот мы сейчас опять о буква если даже о слове православия да там обо всем этом конечно как это бессмысленно бессмысленно для того кто это понял что это бессмысленно если бы там для троих это разговариваю ну тогда это как бы все равно ты же видишь за святых отцов там и так далее начал ты по сути пытаясь я кстати вот я перебью сразу на счет святых отцов я сергей вчера сказал я даже осипов за это теперь думаю вот так как бы осуждаю в уме потому что он уже опять как вот прям по серафиму саровскому он уже святыми отцами подменил даже тоже как будто кто-то может это читать и согласен я же вижу жизнь людей бабушек там в храме катехисидерские беседы меня благословляли вести да никто евангелие не стал какие-то ситуации он живет в своем мирку вот этом богословском семинаре ему кажется что все это да никто это не будет делать это читать и в них тоже нет истины я согласен тоже кто разобрался оказалось что там тоже каждый плетет свое есть совпадение и ты можешь из этого сделать какой-то вывод а догматика давно открыто не надо взять на собор и читать тебе может любой человек более-менее объяснить вот это общая догматика что пытались время христа уничтожить там и божественную природу и человеческую наоборот все там весь все соборы можно такими общими словами объяснить это ничего сложного а все остальное конечно я согласен что тут за отцов я говорю кого есть возможность я считаю человек монах как он можно парить я ушел при этом сидит там в интернете книжки уже не в пустыне ушел что только истинного богу молиться у тебя есть почему не почитать ты сам что делаешь с ума сходят как ничего не делал там будет что-то делать это делает непотребное тогда так скажем там какую-нибудь вернюю смотрит или читает займись просто тогда как уж лучше полезной литературой вот и все нет я никого не говорю что надо вот там все прочитать это у их на тебе я серёгич и рассказывал у тебя я не спросил вернее у тебя никогда не возникало чувство я помню что сюда когда ты читаешь евангелие всегда какая-то легкость на душе радость свобода сам христос самого жизнь само обучение ты читаешь каждый раз его хоть миллион раз в жизни читаешь а я его читал сутками просто я по три евангелия в день слушал там на работе стоишь я там на стойке никогда не набидают читаешь читаешь как слова прямо духом только ты начинаешь отходить от этого уже даже апостолы читать я не говорю про отцов я не говорю про правила там все ты с ума сойдешь какой и почему она вот такое вот евангелие одно даже если вы что их четыре практически одинаково 1 гаде бричаниного возьмет вот столько вот вот здесь знаете все таки вот там дмитрий говорит разговор ты не к чёмный да а я думаю что все таки не к чёмный он ведь потому что нет этот как раз у них черный мой первый раз сообщили в том что общение как бы не ради общения ради смысла допустим прости скотт мы есть ученица кто помнит канон и все эти вещи да и дальше то мы подходим вот к тому что меня например вот волнует я думаю что сергея в том числе сейчас этот вопрос причастии священства это тоже это вот часть та которая наросла и стала истиной как бы вот истинным учением либо все-таки священство оно не несет того значение которое мы сейчас вот в церкви ему приписали значение мы которые придали без него спасения ничего нет ни причастий тебе нет ничего нет вот и тогда уже получается что дальше человек становится либо ты в этой системе должен оставаться ходить как ты хорошо мне понравилось второе выражение дмитрий пилишь я богу молиться на базар как не хожу вот а так ты должен ходить на базар помолиться богу ради причастия а это только пока еще базара подожди там еще бедлам начнется какая-нибудь это публичный дом скоро наверное будет и ты как бы ради этого причастия должен будешь походить туда ночью то есть учение церковно она предполагает это либо тогда со священством надо понять она кто откуда она то ли какой-то круг религиозных петрашевцев революции духовную революцию свергаешь кого-то там да революционным способом тут ты только в своей голове может что-то свергнуть или принять ну ты вот ты революцию возьми и развей ее бери и ходи на базар или в публичный дом для причастия все на совет нечестивых сходи нет ну я с вами согласен так нельзя тут с вами соглашаться спасибо мы с тобой должны выйти из положения как священство истины они все делают мало ли что они грешные хорошо я спорю я спрашиваю прямо что не я бы я если бы я знал тебе ответ я не знаю если бы я знал я тоже если где все рассказал если бы я духом святым живым настоящим мне господь сказал иди скручивай бич и гоняй всех вопросов нет я готов пострадать погибнуть там неважно но я этого не чувствую как я могу пойти что-то делать а я думаю то вообще мы ничего не должны там никого гнать у нас нет полномочий нет если тебе руку если духом а вот тут возникает на руку или 350 человек жрецов изрубил ничего собственной рукой и ничего и может быть не особо этого хотел вот тут дилемма смотри какая возникает дилемма вот мы рассуждаем вот мы вот сейчас с вами собрались да и когда ну кажется задаешься вопросом всегда получаешь какой-то ответ от духа или он или от там антипода его да вот а на этот вопрос почему нет ответа почему пустота одна вот что нам делать да и пустота смотри пустота ведь не та сторона тебе не отвечает не та сторона почему почему тишина всегда на любой вопрос должен быть ответ какой-то то есть по сути вот в этой церкви мертвым все потому что в этой которая сейчас куда мы ходим там мертвое поле но ты туда должен идти потому что там причастие почему должен я вот не хожу и в причастие я верую духовное потому что я читал даже отцов православных ты можешь не ходить потому что я могу я не хожу вопрос надо подвести под это все таки знаешь вот какое-то свое рассуждение понятно мы тут своей головой много чего ну кого то есть ведь как у нас церкви принято да рассуждений святых отцов много всяких есть но принимается только то согласованное мнение когда все одинаково говорят об этом причастие это такое серьезное таинство оно у нас называется что тут как бы нет ни разномыслей никакого что надо или не надо причащаться как это не надо мы должны причащаться вопрос когда это должно прекратиться или никогда у кого мы можем по учению церкви у священников только конек Игнатий Тихоновича вот вся сила и правда в православе только потому что у нас рукоположное священство есть вот надо с этим разобраться и понять как ответ какой найти на него чтобы дальше уже жить вот можно я считаю что то есть по своему рассуждению я вот вне спокойно могу жить и существовать и спасаться я так думаю я спокойно так живу я не понимаю смысл разговора сейчас уже немножко смысл есть ты зря об этом говоришь смысл нет оно и от начала есть смысл вот смотри вот сейчас такой момент вот у тебя конфликт произошел с этим молодым священником да да у меня нет никакого конфликта ни с кем это конфликт ты из-за слова цепляешься но это на самом деле это был конфликт и ты его у вас обиду там я не знаю что произошло нет никакой обиды да есть поверь если у тебя у него на тебя есть послушай суть вопрос послушай а если бы не было вот этого преткновения вот сейчас бы там другой священник был с которым у тебя хорошее отношение да ты бы продолжил туда ходить ну конечно ну я с тобой созвание я с тобой хорошее отношение я с тобой был хороший священник почему нет то конечно я бы ходил нет я ходил бы до чего я мечтаю что вне церкви нет спасения а ходил бы я ты сам говоришь если священник был бы хорош я же ему ходил ну все в одном бог то у меня везде я же не в храм к богу хожу это получается ты просто формально так берешь хороший человек там пошел в церковь а вот встретился он у меня там у баптистов к ним пошел с ним посидел там мы-то говорим в другом смысле посещения крам не просто там встреча с человеком а именно религиозный смысл ты же получается ходишь по вере что там именно все все там таинство как раз вот покаяние там исповедь твоя без нее никак получается действиях формально ты говоришь соблазн но ведь все словечки красивые а зачем-то через совесть переступаешь если ты знаю что это формально эти вещи не нужны я не переступающий свойств почему но как если ты знаешь что это не нужно делать тебе не нужно ты где никто что это не надо т weit пусть это велита нет я конечно против эзас п роста что исповедь а это не таинство это обряд красивый правильный обряд для тех кто пришел детей так подводит он понимать и И поэтому я это делаю для примера, я понимаю, что я в церкви стою для примера, я же не могу, ну, ввели там этот обряд, он же не злой, в принципе. Если ему, конечно, сакральный смысл придали, это плохо. Если меня спросят, я скажу, если я буду священником, я буду это говорить. Мне слова в храме пока никто не давал, чтобы я встал посреди тоже опять там кричал. Вот и все. Ну, зачем ты сделаешь? Плюс я пытаюсь, я же не бог, я не истина, я тоже ищу смысл. Да, я пытаюсь понять, я просто ищу гармонию, потому что я не могу до конца определиться, ведь человек телесен, вокруг мир материален. Воплощение церкви в виде телесного, оно в принципе естественно было. Что строились опять, храмы начались, хотя вроде бы Господь сказал, что все это уже не нужно. Но так как человек телесен, мир материален, мы проявляемся в этом мире. Я об этом думал. Хочешь, не хочешь, это проявление бы все равно было. Будут иконы, будут изображения, потому что человек творческая личность, да, будут все. Вопрос, что в это вкладывать, какой дух, какой смысл, вот и все. Вот Серега мне напечатал, я у него икону он мне подарил, он мне напечатал распятие огромное. Я рад ему. Для меня это распятие, это не Христос, это, конечно, образ, это картинка. Я его могу порвать на глазах у того, кто придает ей сакральный смысл. И наоборот, я никогда этого не сделаю у того, кто хулит Христа. Я горой встану, вот как там, когда были гонения, да. То есть мне надо понимать. Вот живой пример. Я порву икону, разобью, сожгу. Опять правильно я сделаю или неправильно. Все надо с духовным обсуждением. Если это будет фанатик говорить, который иконе придает, что она чудотворная, я при нем ее сожгу. А если это богохульник, я за нее горой буду стоять, не за икону, а за образ бога невидимого. Вот и все. То есть, в общем, ты как-то знаешь, я так тебя правильно понял, нет, что ты готов танцевать, вот, танец какой-то, хотя в нем никакого смысла нет, но так вот, принято, прежде чем подойти, получается, надо станцевать, допустим, да, и ты станцуешь и пойдешь. То есть, вот, ну, внешне телесное проявление, вот оно, как бы, принято в церкви так. Так бы, так же к батюшке, подходишь на исповедь, хотя тебе это не надо, ты каешься сам, ты покаялся, во-первых, а то, что согрешаешь, ты опять каешься, в молитве стоишь перед Богом. Мне не надо, а другому, может быть, надо, почему нет? Зачем тебе другие-то? Ты себе говоришь. Так я сейчас не пойму, почему у нас разговор, мы сейчас про других говорим. Ну, ты-то сам подходишь, ты же говоришь, видишь, я иду, чтобы не быть соблазном и так далее. Ну, да. Зачем? Так бы, какой смысл? Потому что это единство людей, я не против церкви. Я пришел, я понимаю, что вроде бы в теории все там православные, и я там вкладываю свой смысл в это слово. То есть я понимаю, что я могу здесь найти, типа, вот в этом храме, в этой, как бы, религии, кто называет себя православным, я могу найти людей себе похожих духовных. Я потом, конечно, возможно, разочаровываюсь, но это хоть какой-то шанс. Я иду в секцию по боксу, потому что я увидел, что это такой бокс, и я иду туда, потому что мне нравится. Я посмотрел какой-то танец, я понял, что я хочу так же танцевать, и я иду туда. Я прочитал Евангелие. Я же пришел-то в церковь не из внешнего церковного мира, у меня не родители, не окружение верующих. Я прочитал Библию в 28 лет. Год ее сам читал. Читал Евангелие. Но я же вижу, что есть храм, что есть церковь. Мне надо было разобраться, зачем она, почему. И вот я на три года разбирался, и уже последний год. Так я что с первого дня, что до последнего сегодня, я не изменился. Я что-то тогда понимал, что все это золотые купола, и Бог не в храме, в техниках чувствовал это и понимал. А прочитав Евангелие, уж тем более, это понятно. Но три года я пытался разобраться во всех вот этих, да, как вы говорите. И теперь-то я могу авторитетно для себя хотя бы говорить. Ты разобрался, зачем? Не внешне рассуждать, а я скажу, да, я знаю, что там вот эти недочеты, вот эти плюсы, вот и все. Ты же понимаешь, что это все формальности, и ты же все понимаешь, что это неправда. Нет, даже я эти формальности. Я эти неправности прошел. Вот Невзоров, он со стороны, он никогда не от того поклона не сделал, будет рассуждать, как вы дураки, бьем пол, пол, да. А для меня это не формальности, я же вот объяснил. Для меня это искреннее чувство. Я согрешил, я каюсь. Мне хочется сквозь землю провалиться. Я на колени становлюсь не потому, что это надо. Я перед человеком стану, и перед Богом так. Ты видишь, у него как у Ирна Тихоновича, вот тоже любые пути для оправдания хороши, лишь он вот оправдывает любыми путями, ничем вообще. Ты вот говоришь, а ты ведь не оправдываешь это ничем. Опять все по углам рассовал, а конкретного нет ничего. Я не боюсь, что вы меня хотите, честно. Какие-то, ведь все эти слова понятны, что они себя обсуждают. Ты вот лично, ты тяжело. Мы спорим, потому что каждый вложил в свою. Вот в нашей первой беседе, когда мы с тобой вот только созвонили, да, я вот тебе пытался давить как раз, что православие, что ты можешь ли ты называться православным, но кто такой православный-то, ты тяжело, ты не мог понять, о чем я вот тебя спрашиваю. И вот сейчас тоже и вот с этим вопросом тоже. Зачем? Зачем идти туда, когда ты понимаешь, что это все самообман? И вот, опять же, ты не можешь сконцентрироваться на этом. Нет, я могу сказать. Личное мое мнение, личное мое убеждение, даже я тоже считаю, что храмы внешне вроде как необязательны. Если были просто живые... Вроде как, ты не можешь сказать необязательно, но ты видишь вроде как... Почему вроде как... В 20-е столетие это существует, кому-то, может быть, это помогло спасение, он тебе скажет, что я считаю, что нужно. Поэтому лично мое мнение. А сказать, что я считаю, что это истинно, я честно не могу. Почему? Я искренне сейчас с тобой, вот и все. Я не потому, что я лукавлю. Я так мысляю, у меня у самого какое-то раздвоение. Да, может быть, и так, но оно искреннее. Я просто не могу действительно определиться. Люди, бабушка, как я ей могу сказать, я просто общался с живыми людьми, как и ты. И я понимаю, что ей это допустим. Мне... А если она счастлива, я так критерий. Да пусть она ходит, пусть она там... Потому что я-то счастлив, вот не ходя. Кто меня заставит ходить? Никто. Тогда признай, вот смотри, подожди, Дим, мы вот сейчас мы с Александром признаем, что у нас раздвоение, да. Мы сейчас стоим на распутье и что делать не знаем. И вот тоже ты вот сейчас опять же ты вроде и там, и там, и там, и там. Я признался, что у меня всегда такое же раздвоение. Вот, вот надо как-то себе сказать об этом. А я что, не говорю? Ты спросил, я тебе ответил. Оно есть у меня, я его не скрываю. Я не могу сказать, что я истинный. Я все время сомневаюсь, я колебаюсь после какого-то решения. Ну, мы должны колебаться, так сказать, до времени. Надо все-таки встать на правильный путь. А для этого одно препятствие, только вопрос о священстве. Вот и все. И тогда, если вопрос о священстве, он не так должен рассматриваться, как учит церковь нас сейчас, нашу, православную, то тогда мы свободны. А так нет, мы обязаны ходить и соблюдать, и все. И как бы, извините, причащайтесь у кого. Пока его за ногу не поймали с другим мужеложником, ты должен походить и причащаться у него. Это все. Тут вариантов нет. То есть вот для чего этот разговор есть нужен. И для чего... Я так поздно, что мы собрались... Мы-то все это все понимаем, и вроде как даже счастливы. А я не понял смысла, мы хотим это кому-то донести, или мы сами хотим определиться. Я колебаюсь как раз, у меня раздвоение только, когда это надо нести кому-то. У меня-то нет раздвоения. Я не хожу, я счастлив, ты свободишь. У меня Бог везде, у меня нет проблем. Бог истинное смирение. Я пытаюсь так жить. Я тебе считаю, что человек уподобляет все Богу. Вот и все. У меня нет проблем с этим. А другому сказать, да, у меня раздвоение. Правильно. Может ему как Христос надо сказать, ты сейчас согрешишь, и ты в ад пойдешь. Ты смотри, мне по голове надо постучать. Я же читал Евангелие, да, чуть-чуть. Христос же тоже почему-то и так, и так делал. У меня, конечно, раздвоение как с людьми, естественно. Ну, у тебя с человеком возник, допустим, интерес, беседа какая-то. Ты его будешь направлять в храм Московской Патриархии? Ты скажешь, иди туда. Нет, я первым делом буду разговаривать о духовных вещах. А как нам жить, а как что делать? А это все, что он спросит, мы, наверное, все можем просто суждать. Конечно, я никогда никого не посылал. Пойди в храм, поставь свечку, поисповедуйся, причастись. Чего можно причаститься, если ты Евангелие никогда не прочел? Если ты жизнь свою не попыталась поменять, не осознаешь, что что-то в твоей жизни не так. Вот я понимал, что я живу не так. Это первый шаг у любого человека. Признать, что ты грешник. А что он пойдет причаститься? С чего он будет причаститься? Ты сам будешь причастаться в будущем? По жизни. Я вам, Сергей, что рассказывал, если я даже перед смертью не причащусь, для меня это не будет. Для меня больше будет радостью умереть в покое, просто там одному где-то и хоть поплачать перед смертью. Ну а то, что через причастие жизнь вечная, там, она человеку... Нет, я это не исповедую. Ну а Евангелие нам, может, пишет об этом? Как с этим... Она в ногти пишет. Евангелие пишет, что нет, что любая хула даже на сына простится. Тут ты тоже, значит, не понимаешь, сейчас куча рассуждений на это что-то бывает. Что делать? То есть ты в Евангелие до конца не веришь? Почему? Я вижу в Христа и в Бога. А Евангелие, оно... Бог вернул. Его надо понимать с рассуждениями. Там... Господь, говорит, во многих случаях вообще частным людям. Ну а ты вот понимаешь, да, Билл, я могу спастись без причастия, ты это духом понимаешь? Конечно. А откуда ты знаешь, что это... Духом. Я не знаю. Я не могу сказать, что это истина. Но я так веру пока. Завтра я, может, изгненю свою жизнь. Я человек, я не Бог. Буду беда, да? То ли беда, то ли, так сказать, не хуже, может быть, наша замороченность, она не дает. Ну да, это вот, вот это вот, оно как раз и не дает покоя. А тут лучше этим, каким-то блаженным там быть, прыгать, да? Ну... Юродивым. Юродивым, да. Так я этим и занимаюсь. Я себе голову перестал сбегать, потому что у меня самого стала психика нарушаться. Вот и все. Так что обо всем этом с ума можно сойти, если так думать. Надо о себе немножко подумать. Кого ты спасешь, если сам муж не спасен? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok